У меня отбирают квартиру в Дубае. Что делать? Всем привет! С вами Максим Кравчук. И вы на канале экспертного агентства недвижимости Whiteville. Бытует мнение, что у вас могут отобрать квартиру в Дубае. В этом ролике я расскажу, так ли это, и приведу примеры наших кейсов. Досмотрите до конца, чтобы узнать, действительно ли стоит опасаться этого, и правда ли, что квартиру в Дубае так легко могут отнять. Как на самом деле все работает в Дубае? Самая частая ситуация. Вы купили квартиру в рассрочку и не можете внести платеж. То есть квартира еще строится, она на этапе котлована или в процессе, но еще не готова. Такая ситуация может случиться, если вы перестали вносить платежи. Например, если вы не рассчитали свои возможности. По факту, если человек осознанно задерживает, то это считается нарушением контракта. Как и в любых других договорных обязательствах, появляются определенные претензии, которые застройщик может предъявить. Есть небольшие застройщики и крупные, как ИМАР, Дамаг, Нахиль. По моему опыту, небольшой застройщик может быть более лояльным и войти в положение, оттянув платеж и дать отсрочку, чтобы человек в итоге оплатил. Крупные застройщики в большинстве случаев действуют по условиям контракта. Получить какую-то отсрочку от них куда сложнее. Как действует застройщик? Первое. Отправляют вам письмо о просрочке платежей. Если ты не можешь совершить платеж в срок, то у тебя накапливается долг, пение. Обычно это 1%. На этом этапе вы еще можете внести платеж и погасить набежавший процент долга. Второе. Финальное письмо с предупреждением о передаче дела в земельный департамент. Это письмо автоматически запускает процесс о конфискации недвижимости за неуплату. До такого лучше не доводить и сразу же бить тревогу, иначе еще потребуется серьезная помощь юриста. Дальше я расскажу о том, как надо вести себя в этих случаях. Можно ли договориться с застройщиком? Случай первый. В моей практике был клиент, который оплатил 5% стоимости квартиры. Покупка была на скорую руку, и по итогу он решил отказаться от покупки. В это же время его друг в том же комьюнити покупал квартиру. Мой клиент решил попросить застройщика перенести внесенные деньги на квартиру друга. Но застройщик отказал. У нас бывали случаи от срочки платежей, когда отключили свифт. Мы действительно договаривались, но эта история не долгоиграющая и скорее исключение из правил. В таких случаях застройщик может запросить подтверждение причины от срочки. Покажите, что у вас действительно не проходит платеж. Случай второй. Человек оплатил 10% или даже 15%. Появилась необходимость срочно перепродать квартиру. В этом случае застройщик шел навстречу при условии, что найдется новый покупатель, который заплатит за предыдущего владельца 30% до получения NOC. Это не совсем законная тактика и не часто новые покупатели идут на это. Потому что для них это риск, несмотря на то, что с юристами заключаются дополнительные соглашения. Что делать, если вы понимаете, что не получается платить? У нас есть ряд инвесторов, которые покупают дистресс. Им интересны объекты, которые продаются в срочном порядке. Вы можете с дисконтом продать свой лот. И пусть вы потеряете 5-10% за счет скидки, но зато не потеряете всю сумму вложенных денег. Поэтому, друзья, если у вас возникла такая проблема, или вы сейчас заинтересованы в покупке недвижимости в Дубае для жизни или инвестиций, и не хотите прогадать, переходите по ссылке в описании или пишите нам. Наши эксперты проконсультируют вас по всем вопросам. Если недвижимость, то сватил. Что еще можно сделать? Не пропадайте с радаров, будьте всегда на связи. Даже можно написать застройщику о своей ситуации и ваш план действий. Менеджеры застройщика тоже люди, вполне адекватные. Поэтому даже с крупными компаниями можно договариваться. Подключайте юриста. У Уайтвилл есть штатный юрист, который знает, как правильно составить и оформить письма, понимает сферу и отлично знает законодательство Эмирата. Он принимает сторону нашего клиента и сделает все максимально от него зависящее. Вы можете сами взять на себя эту функцию, если уверены в своих силах, а также у вас есть время на изучение вопроса, на звонки или на письма. Поговорим о слухах. Квартиру могут отобрать из-за изменений законодательства. Бытует такое мнение, что инвестиции в Дубай ненадежно. Это другая страна с непривычными нравами и законами. Случись любое изменение в законодательстве и у вас могут отобрать квартиру. Так ли это на самом деле? Пару лет назад в Сочи на земле незаконно строили недвижимость и продавали ее. В итоге у инвесторов возникало миллион проблем, в том числе отбирались, носили целые здания. Некоторые разбирательства ведутся до сих пор. На Бали есть схожая проблема. Там тоже часто ведется незаконное строительство на земле, которое не пригодно для этого. В Дубае такое не грозит. Фактор первый. Жесткий контроль сделок. Эмират четко регулирует вопросы строительства и подготовки. Каждый участник сделки максимально защищен и максимально должен выполнять свои обязательства. Так, например, чтобы обезопасить покупателя и инвестора, в 2007 году в Дубае был принят закон номер 8 о гарантийных счетах строительства недвижимости в Эмирате Дубай. Настоящий закон гласит, что денежные средства, полученные застройщиками объектов недвижимости за собственность, строящиеся в Эмирате Дубай, должны проходить через счет escrow, который в свою очередь управляется земельным департаментом Эмирата Дубай. Инвестор может быть уверен в безопасности и сохранности своих денежных средств. Это превращает недвижимость Дубая в реально осуществимую и безопасную инвестиционную возможность. Фактор два. План развития. Эмират четко умеет строить стратегии развития и следовать им. На данный момент Эмират реализовывает седьмой по счету генплан, который был принят в марте 2021 года и предполагает стратегию развития до 40 года. Всего 60 лет назад в Эмирате вжило всего 40 тысяч человек. А сейчас 3,3 миллиона человек. Численность выросла в 80 раз. В предыдущем генплане рост населения прогнозировался на уровне 4,2% в год, что к 2020 году должно было дать численность населения города в 2,8 миллионов человек. В частности, в конце 2020 года в Дубае проживало 3,4 миллиона человек. В нынешнем плане ожидается рост населения региона до 5,8 миллионов человек. Площадь застроенной территории за это же время увеличилась в 170 раз, причем появились уникальные объекты, ради которых в Дубае приезжают со всего мира. Также будут построены новые районы и новая инфраструктура. Увеличена береговая линия, станет больше зелени. И это уже не первый план, который реализуют правители Дубая и делают это всегда успешно. Помимо всего прочего, один из пунктов плана – это привлечение инвесторов в бизнес и недвижимость. Здесь создаются все условия для создания безопасной инвестиционной среды и для роста стоимости недвижимости. Жилищная программа – один из основных приоритетов шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума и находится под его личным контролем. Дубай до сих пор был и остается одним из самых привлекательных и при этом безопасных городов для инвестиций. Будем рады помочь вам с решением вопроса уже купленной недвижимости или подберем для вас что-то конкретное. Пишите нам по ссылке в описании или скачивайте наш каталог по недвижимости Эмирата. На сегодня все. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на наш канал. С вами был Максим Кравчук. Хорошего дня и до встречи в новых видео.